Вот так мы достаточно быстро, за два года, научились тратить деньги. Если кто-то не научился, то точно правительству Российской Федерации необходимо сделать цену бензина такой же, как в Европе. То есть 2 евро за литр. И тогда и пробок меньше станет, и народ будет ездить только по делам, а не тогда и туда, куда захочется. Мы сегодня приехали сюда, на перекресток улицы Магнитная, там дальше не помню как. Тут Сосновая рядышком располагается. Для того, чтобы показать вам транспортное средство, которое можно купить за одну зарплату, на него не надо в некоторых случаях иметь разрешение на вождение. И опять же, в некоторых случаях, даже для покупки очень серьезного агрегата, сделанного в Японии, не надо влазить в кредит. Достаточно просто у друзей занять лишние 50 рублей. То есть у жены взять 25 за зарплату, у себя взять 25 за зарплату, ну и там занять, у друзей. И все, и у вас уже полноценное транспортное средство, которое ест примерно литр в день. Нравится? Нам тоже нравится. Куда приехали? Вот сюда. В Байк М. Век живее, не уставая учись, и в том числе разумно тратить деньги. Зачем нужна аренда престижных площадей? Когда за дефицитом, за водкой, за низкими ценами, наши россияне готовы путешествовать хоть на край земли. Главное, это место показать. И тут телевидение, а лучше вот такое, познавательное, вам в подмогу. И это дешевле аренды в 2 и более раза, и естественно в 10 раз эффективнее радио и в 100 газет. Тема раскрутки салона Байк М, если честно, у меня витала еще в пору становления харизматичного автостопа. Но сегодня, видя хроническое слабоумие автолюбителей, ездящие в булочную на мерседесах, тема эта стала еще актуальнее. Кстати, работники любимой чернушки тоже зря протормаживаются. Горячий стаж, конечно, формируется и из матюков автолюбителей. Коим вы дорогие и своими тачками захламляете проезжую часть. Но думается, этого делать не стоит. Как не стоит и стоять в пробках, так как средняя скорость передвижения автомобиля в городе это 15 км в час, а байка в 2 раза быстрее. Клевая штука, да? Сразу влюбился. 50 кубиков тянет на все 100. Вот. Приехали сюда. И можно тебе задать мне вопрос. А где крутой салон? А зачем вам крутой салон? Вам что, надо еще за арендную плату что-то платить? Не надо. Вот такая штука стоит 30 рублей. Согласитесь, это примерно зарплата. Того человека, кто умеет зарабатывать деньги. Что за модель? Ну, модель вообще легендарная. Это не та легендарная модель, которая стоит очень дорого. Это вот Yamaha техника. Что порадовало? Зажигает просто не по-детски. Теперь, ну, мелкие царапины, это, извините, только украшение ночевого мужчины. Поэтому, если вы собираетесь переплачивать за внешний вид, а не за толк, это вот, пожалуйста, в салон. Но лучше взять то, что проверено временем. Японская, чисто, натуральная. И спасибо огромное банковским ослам, завалившим экономический рост России. Они научили нас не покупать сегодня новый отстойный автохлам в кредит. И мы не сразу, но вспомнили надежность бэушных немцев и вечность праворуких японцев. Но вот немцы-то в скутерах, в моциках, как и европейцы, подстали от джапов. Так что лучше все-таки японская и, естественно, подержанная. Это дешевле и не так заставляет мозги закипать под царапин. Покупая, кстати, туриста либо эндурико, надо вообще понимать, что такой технике свойственно падать. И спасибо изобретателю вариатора, скутер практически невозможно перекрутить. Но что радует в салоне Байк АМ? Это гарантия и на БУ. Возможность без проблем отремонтировать, купить резину и залить специализированные масла Матюль. Кстати, если даже ваш мотоцикл, пусть и не приобретенный здесь, на гора не выдает нужную вам мощность, вопрос с ремонтом, либо капиталкой, решается легко. Тот, кто не знает, я скажу, что я старый мотоциклист. Аж с 86-го года, ZIF 77, помнишь, такая была техника. Вот она усасывалась за 3000 километров в хлам. Восход примерно в то же самое превращался за 15 тысяч. Я проехался на технике, которая 15 тысяч проехала, она тянет, мама не горюй. Вы все такое делаете, чудное, веселое? Ну, не я делаю, это делают японцы. Они все делают в великое качество, небольшие деньги. А можно ли купить у вас такую технику, вот с такими тяговыми характеристиками и дальше эксплуатировать? Все, что угодно. Мы делаем хорошую предпродажку, даже если он едет, мы все равно делаем предпродажку, чтобы на все 100 ехал аппарат после покупки. Чтобы клиент не жаловался и не говорил, что я купил, а снова надо заниматься. То есть вся вот техника, которая представлена, это техника, которая едет, которая тормозит, которая управляется и на которую можно реально экономить деньги. Потому что одна машина, это примерно 500 рублей в день. Ну да, да. Мы считали, что по проезду скутера дешевле, чем билет в трамвай. Ой, какая прелесть. Тем более прелесть. Знаю о том, что у нас с апреля месяца по декабрь оказывается на скутерах можно гонять. Ну, как правило, я считал 6 месяцев в году спокойно можно ездить на скутерах. И многие люди пересаживаются. Есть такая категория у нас, права пропили. Они приходят, покупают полтиннейшие скутеры и начинают нормально ездить. После этого они просто в скутера влюбляются и уже приобретив, ну, восстановив права, они все равно ездят на скутерах. А дальше будет хуже, чем у нас город маленький, три улицы, машин все больше и больше. Мы, безусловно, к этому придем. Вся Юго-Восточная Азия едет на скутерах. Там на одну машину на дороге приходится 100 скутеров вокруг. Вот я в Индии был, я могу всем показать и доказать. Можем ли мы доказать живучесть этих транспортных средств? В том смысле, что они могут спокойно ремонтироваться, даже если кто-то перекрутил движочек, колечки просели. Можно это все сделать? Да, мы делаем полный ремонт скутера, вплоть до капиталки. И так как цилиндры оригинальные дорого стоят, мы их растачиваем под следующий размер. Привозим поршня ремонтного размера, растачиваем очень качественно. Они ходят после этого и сезон, и два, и три. А мотоциклы? Мотоциклы мы тоже делаем полную капиталку. Везем оригинальные запчасти из Японии и делаем все.